На прошлой лекции мы с вами остановились на том, что исследовали, как выглядит уравнение для нелинейного звука, в предположении, что это простая волна, то есть плотность является функцией скорости v. То есть исследовали одномерный нелинейный звук вот с таким еще ограничением. И получили, что этот звук должен удовлетворять уравнению Хопфа, которое было записано вот в таком виде. ДУПДТ плюс УДУПДХ равняется нулю, причем У это была скорость частиц или скорость газа, плюс-минус ЦС от В, где ЦС это скорость звука, которая зависит от плотности, а следовательно зависит от скорости. И в политропном газе получили выражение, что это все равняется гамму плюс один пополам, В плюс-минус ЦС0, где ЦС0 это скорость звука в невозмущенном газе, а гамма показатель политропы. И, собственно, на этом мы остановились. Значит, на семинаре, который был после прошлой лекции, я убедился в том, что вы основательно забыли, как уравнение такого типа, как уравнение Хопфа, вообще должно решаться. Хотя вам, в принципе, должен был быть уже известен метод характеристик, но вкратце решение это заключается в следующем, решением методом характеристик. Давайте попробуем превратить вот это уравнение первого порядка в уравнение вида ДУПДТ равное нулю в виде частной производной по времени, но при этом, значит, что-то должно оставаться постоянным. И это что-то явно не Х, потому что при постоянном Х ДУПДТ будет равняться минус УДУПДХ. Какая-то другая величина, которая должна как раз и оставаться постоянной на характеристике. То есть есть какие-то линии в фазовом пространстве, в фазовой плоскости, значит, вдоль которых У не меняется, вот, а Х0' остается постоянным как раз вот на этих самых характеристиках. Ну давайте посмотрим, что это должно быть за Х0'. Значит, если я отнесусь к этому, значит, как к дифференцированию сложной функции, то я получу, что ДУПДТ при постоянном Х0' должно равняться ДУПДТ при постоянном Х плюс ДХПДТ на ДУПДХ. Вот этот ДХПДТ при постоянном Х0' берется. Вот, теперь сравнивая вот эту величину выражения и вот это, получаем, что Х0' должно удовлетворять уравнению У равняется ДХПДТ при постоянном Х0'. Значит, вот это, собственно, есть уравнение характеристики в сумме. Вот эти два уравнения должны нам всё дать, про решение всё рассказать. Ну и действительно, отсюда будет следовать, что У является функцией только Х0', то есть У сохраняется на характеристике, а из этого уравнения будет следовать, что Х, если его проинтегрировать по времени, равняется Х0' плюс У от Х0' умножить на Т. И вот это, собственно, и есть полное решение этого уравнения Хопфа методом характеристик. Значит, где тут опрокидывание? А опрокидывание вот где. Если мы попробуем вот из этого решения каким-то образом извлечь физически осмысленную величину, ну или в Вейлеровых координатах У от ХТ, то как это можно сделать? Надо взять Х0', найти из второго уравнения, выразить через Х, подставить в первое, и тогда мы получим как раз вот эту зависимость У от ХТ. То есть это У от Х0', которая сама зависит от ХТ. То есть вот эта физически осмысленная величина, ну, собственно, там тоже всё физически осмысленное, но вот эта вот Эйлеровая скорость, которая должна быть однозначной функцией от ХТ, выражается через наши характеристики вот таким способом, и видно, что это выражение хорошо определено, если вот это преобразование от Х к Х0', однозначное, взаимно однозначное. А требование взаимнооднозначности, это значит, якобиан должен быть не равен нулю, то есть ДХ по ДХ0', не равен нулю. При каком? Значит, при любом Т из области определения. То есть при всех Т вот это должно быть не равно нулю. Если хотя бы в одной точке, в какой-то момент времени Т обнаружилась такая точка, где и ДХ по ДХ0' равно нулю, после этого момента времени считать уже смысла нет, потому что уже всё наше решение стало неправильным. Это и есть тот самый момент опрокидывания. Понятно, да? Вот. Значит, если мы говорили об уравнении Хопфа для пыли, когда было не У, а, собственно, В, скорость вещества совпадала с У, тогда вот этот Х0', который здесь произвольный, какая-то, да, величина константа заданная, начальная, там это было, значит, начальное положение элемента газа, да, капли, жидкой капли. Вот. В случае звука это уже будет не так. Х0' – это будет, вот его, собственно, определение, это начальная, значит, та точка, в которой значение У было, так сказать, то же самое, как и в той точке, в которой мы потом, значит, исследуем, как в точке Х, да, то есть мы смотрим, какое значение У в точке Х, и, значит, Х0' – это точка, в которой в начальный момент времени значение У было таким же, то есть вот определение немножко другое. Ну ладно. То есть, по сути, Х0' – это вот просто метка характеристики, в зависимости от того, как эти характеристики устроены. Так, на этом, значит, вот, собственно, про уравнение Хопа в чистом виде я закончил, и про простые волны. А теперь поговорим о том, что происходит после момента опрокидывания. когда вот эта модель, которую мы использовали при выводе уравнений, перестает работать. А что это была за модель? Это была модель идеального газа, да, которая выглядела таким образом. ДВПДТ плюс В градиент В равняется минус единица на Ро градиент П. Вот это вот уравнение Эйлера для идеальной жидкости. Значит, что мы говорим? Что эта модель работает вплоть до какого-то момента, когда она явно работать перестает. Значит, можно предположить, что перестает работать как раз идеальность. В первую очередь, да, то есть жидкое описание мы оставим или сплошной среды, но добавим сюда скажем, вязкость в виде ню-лапплессиан В. При этом можем считать, что вот этот коэффициент ню маленький, но когда мы подходим к точке, где производная В по х становится очень большой, хотя коэффициент ню маленький, но зато лапплессиан становится большой. То есть вблизи точки опрокидывания вот этот изначально малый диссипативный член становится большим и срабатывает каким-то образом. Значит, если проделать вывод похожий на то, что делается в теории простых волн и посмотреть, как вот это слагаемое войдет в уравнение для У, то оказывается, что уравнение получится такого типа ДУПДТ плюс УДУПДХ ну равняется ню с какой-то звездочкой Д2 УПДХ квадрат. Значит, это ню получено в учебнике Лотова и выглядит оно довольно сложно, потому что входит туда вот эта кинематическая вязкость, а на самом деле есть еще вязкость относительно сжатия, теплопроводность, которая может также входить в уравнение состояния. Если все эти диссипативные эффекты учесть, то получается такая величина единица на 2 ρ нулевое 4 это на 3 это значит динамическая вязкость плюс z это вторая вязкость гидродинамическая плюс капа cp минус cv поделить на cp cv но эту формулу особо запоминать не надо, надо иметь ввиду, что значит в конечном итоге если рассматривать вот такое вот одномерное движение, то туда входят разные типы вязкости, в том числе теплопроводность, то есть диссипация, различная диссипация может срабатывать не только вязкая, как которую я здесь написал. И в результате получается уравнение вот такое. Слева стоит то, что было в уравнении Хопфа, а справа стоит какой-то коэффициент умножить на вторую производную от u. Значит, вот это уравнение называется уравнение бюргерса. Вот. Значит, при этом при выводе значит все это происходит в системе отчета движущейся со скоростью ЦС нулевое. То есть, чтобы там все гладко произошло с этой правой частью, надо перейти в систему отчета движущейся со скоростью ЦС 0. То есть, это u не совсем то, а вот это вот. Так, ну ладно, значит, уравнение бюргерса. Значит, если вы откроете специальную литературу, это уравнение довольно известное тоже в математической физике и с помощью некоторого преобразования оно может сводиться к уравнению теплопроводности и даже решено может быть как уравнение теплопроводности в общем виде, но это вот такое громоздкое выражение, поэтому я его писать не буду. Однако, вот для нас важно, что у этого уравнения имеется одно стационарное решение, которое выглядит следующим образом. Значит, вот это вот координата х сюда нарисуем вот и есть решение, которое выглядит вот примерно так, то есть с одной стороны одна константа, с другой стороны другая константа, а между ними такой переход конечной ширины. Значит, в чем значительность этого решения, я к нам, как оно относится, я чуть позже расскажу. Значит, пусть вот эта величина, обозначим ее дельта у, там как бы амплитуда вот этого перепада, и тогда решение выглядит вот это вот, записывается следующим образом, уравняется минус дельта у, дельта у, надо сказать, произвольная константа, умножить на тангенс гиперболический от дельта у умножить на х минус х0 поделить на 2 ню со звездой. Вот, значит, х0 это произвольная константа, то есть это решение может, в принципе, как бы сдвинуто быть направо, налево, то есть точка перехода это вот как раз х0, да, а дельта у это амплитуда вот этого перепада. Значит, такое решение называется слабая ударная волна. Это решение типа слабая ударная волна. Дельта у это, естественно, амплитуда, ну или два дельта у это амплитуда. Значит, поскольку это все было написано в уравнении движущейся с С0, то к этому надо относиться так, вот если это про звук, да, уравнение Бюргерса, описывающий звук, что вот эта вся картина бежит направо со скоростью звука, со скоростью звука, вот, который относится к параметрам вот в этой точке, да, потому что плотность меняется, здесь она больше, здесь она меньше, скорость звука локальная здесь больше, здесь меньше, а вся картина бежит со скоростью, которая соответствует скоростью звука вот в этой точке. ну вот, значит, как это, какое-то имеет отношение, вот скажем, к обычным звуковым волнам, а вот какое, и к опрокидыванию звуковой волны, которая описывается, ну вот, которую мы проходили на семинарах, и так далее. и так, значит, момент t равный нулю, у нас была синусоидальная звуковая волна какой-то такой формы. Значит, в следующий момент времени эта картина перекашивается, и в момент опрокидывания, вот здесь, там, где максимальная производная на начальном профиле скорости, производная становится равной бесконечности. Значит, узлы остаются там, где были, в системе отсчета, которая движется со скоростью звука в соответствующей вот этой точке. Вот эта полуволна съезжает налево, и так далее. То есть, эту картинку вы на семинарах рисовали. Вопрос в том, что происходит дальше. Значит, вот в соответствии с уравнением Бюргерса, даже вот этой бесконечной производной здесь никогда не будет, потому что раньше, чем она тут возникла, значит, сработает диссипативное слагаемое с вот этим самым лаплосианом В, и значит, производная здесь будет большая, но конечная. Обратно пропорционально ню. Чем меньше вязкость, тем более вертикальная тут будет производная. И на этом остановится. То есть, дальше опрокидывание пойти не может. производная однако, в тех местах, где мы не дошли до больших производных, то есть, вот здесь, эволюция продолжается. Это означает, что мы можем нарисовать, что будет в последующие моменты времени. Вот вблизи этого нуля, где произошло первоначальное опрокидывание. Какая-то производная будет скорости по-прежнему большая, но конечная. Значит, в соответствии с тем, насколько велика вязкость. Однако, вот здесь производная скорости продолжает падать, потому что вблизи этого узла все по-прежнему, каждая точка смещается направо на этом графике. Это означает, что картина станет вот такой, похожей на зубья пилы. Вот эта часть графика растянулась, верхняя точка доехала вот до этого места, до следующего узла и остановилась, потому что дальше ее не пускает диссипация. Ну и легко предсказать, что будет дальше. По-прежнему диссипация работает вот в этой узкой зоне, которая очень похожа по своей структуре и ширине вот на эту волну, так сказать, вот на этот самый тангенс, на слабую ударную волну. То есть вот здесь у нас сформировалась слабая ударная волна, в которой происходит поглощение энергии звуковой волны. То есть вот из всей вот этой зоны энергия дотекает досюда и здесь превращается в тепло. Так же и вот отсюда она вот сюда приходит, ну точнее говоря, волна догоняет вот эти точки и тоже все поглощает. Вот в дальнейшем тоже понятно, что произойдет. Значит наклон будет по-прежнему уменьшаться, потому что эти точки по-прежнему смещаются направо. Вот просто значит эта точка будет там же, где была, просто уменьшится амплитуда, то есть останется пилообразный характер вот такой, просто амплитуда волны уменьшится, ну и в конце концов она станет совсем равной нулю. то есть вот процесс, качественный процесс эволюции звуковой волны следующий, да, волна добегает до состояния, когда образуется слабая ударная волна, вот, но вместо опрокидывания в этом месте начинается диссипация энергии, и амплитуда в результате этой волны падает, и вся волна звуковая поглощается, так сказать, больше уже ничего не слышно. То есть вот на основе качественного решения вот такого типа в виде слабой ударной волны, хотя ни в какой момент времени точно вот это не реализуется. Но если мы считаем, что коэффициент вязкости очень маленький и рассматриваем только какую-то узкую зону, там все именно так себя и ведет. и только там где-то далеко вот эта наклонная часть пришивается. Так, ну это качественное решение вот с этим делом. А вот это стационарное решение слабой ударной волны. Почему оно может быть стационарным, хотя здесь явно имеется диссипация энергии. Как может быть стационарным решение с диссипацией энергии. А так, если у нас эта энергия бесконечный запас. Вот в данном конкретном решении вот из-за того, что у нас есть бесконечный перепад плотности справа налево и так сказать по x до бесконечности ясно, что тут бесконечный запас этой тепловой энергии он может бесконечно долго диссипировать. Поэтому решение получается такое стационарное. Но вот это решение в отличие от этого не физическое. Его реализовать невозможно. Как раз по той причине, что это решение с диссипацией и вместе с тем стационарное. Так, ну ладно. Значит, а теперь попробуем двинуться еще дальше. Вот тут уже слово ударная волна прозвучало. Попробуем двинуться дальше и сказать, что у нас будет не слабая ударная волна, а сильная. Что такое сильная ударная волна? Ну ясно, что это предел вот этого выражения, когда дельта у большое. Большое по сравнению с чем? Ну понятно тоже с чем, такое, чтобы изменение плотности было, так сказать, в разы, ну или там полтора раза, но тем не менее, достаточно большое изменение плотности, так, чтобы изменение скорости звука отсюда досюда тоже было велико. Если дельта у увеличивается, то аргумент в этом гиперболическом тангенсе тоже содержит дельта у. Это означает, что чем больше дельта у, тем более резким является перепад. Вот. И в конце концов, значит, когда ударная волна не является слабой, ну можно вообще, так сказать, не заморачиваться структурой вот этого самого переходного слоя, сказать, что ну ладно, вот есть какой-то переходный слой, который тонкий. Да? То есть дельта у настолько велико, что уже не важно, чему там равно ню, просто есть вот тонкий переходный слой, в котором что-то там происходит, и мы знаем, что там диссипирует энергия. Повышается энтропия. Вот. Ну и следующий, значит, раздел лекций называется ударные волны. Но этот раздел мы начнем не с собственно ударной волны, а с классификации разрывов. Давайте сотру тут все лишнее. Итак. Что такое разрыв? Частным случаем разрыва это какая-то граница раздела в сплошной среде, слева от которой газ можно считать практически идеальным, справа тоже газ практически идеальный, а вот здесь что-то происходит, происходит скачок параметров. Какие параметры, термодинамические параметры характеризуют наш идеальный газ или жидкость, ну это плотность, скорость, давление, вместо плотности и давления можно какую-нибудь энтальпию использовать, но так или иначе. Значит здесь какие-то характеристики и здесь какие-то другие. Значит если в жидкости есть такая граница раздела, то на этой границе раздела должны выполняться законы сохранения. Но типичным законом сохранения является, например, закон сохранения потока импульса. То есть вот если у нас в жидкости или в газе с одной стороны один газ, с другой другой, и мы говорим, что все находится в равновесии, это означает, что давление в этом газе должно быть равно давлению в этом. Вот это и есть закон сохранения потока импульса, что эти газы действуют на границу, собственно граница тонкая, у нее масса равна нулю, если бы давления были разные, она бы ускорялась с бесконечным ускорением. Поэтому, значит, ну вот этот пример, да. Ну давайте напишем все законы сохранения, которые должны на такой границе раздела выполняться. Законы сохранения. Значит, первый закон сохранения, это закон сохранения массы. Значит, плотность потока массы, G, это ρ на V, ну, Gит пусть будет, ρVit. Плотность потока массы. Если это я умножаю на dSit, dSkT. dSk, это, значит, элемент в поверхности раздела. Вот здесь. Значит, это вектор с нормалью, значит, перпендикулярной к границе раздела. Значит, в чем заключается закон сохранения массы? Он заключается в том, что сколько втекает в эту границу, столько должно вытекать. Значит, Gит, dSit должно быть непрерывно. Правильно? Значит, это означает, что ρ на Vit на Nit, где Nit вектор нормали. Значит, у dSkT это NkT dS. NkT это вектор нормали, единичный, да? Значит, это будет ρVn. И вот это ρVn тоже должно быть непрерывно, потому что dS одно и то же. Я вот подробно так это написал, хотя можно было сразу написать, что ρ на нормальную компоненту скорости должно быть непрерывно, на границе раздела. Значит, второе утверждение. Если вы помните третий курс, то там участвовал тензор плотности потока импульса P-IkT. P-IkT на dSkT это поток импульса, поток итой компоненты импульса через эту самую поверхность dS. Значит, этот поток импульса тоже должен быть непрерывным. То есть скачок вот этого вектора при переходе слева направо или справа налево должен быть равен нулю. Значит, ну такой же логикой сокращая dS получаем, значит, P-IkT, NkT является величиной непрерывной. Вспоминаем, чему равен этот тензор плотности потока импульса. Значит, это было ρViVk плюс P-ΔIk на Nk равняется нулю. Вот это в идеальной жидкости, да, идеальная жидкость или идеальный газ. Ну, поскольку я оговорился с самого начала, что здесь снаружи от этой границы раздела у меня всё хорошо, идеальная среда. Ну вот, поэтому я сюда и имею возможность подставить это выражение. Ну и, наконец, третий закон сохранения – это закон сохранения энергии. Значит, плотность потока энергии выражалась таким образом. была плотность потока массы умножить на энтальпию плюс ρVk в квадрате пополам. Значит, плюс V в квадрате пополам. Поскольку рост наружу уже, тут V в квадрате пополам. Значит, снова умножаем. Так, у меня получилось это S и это S одинаковая. Давайте с крышечкой тогда. Вот это вот. Ну или подпишите, что это плотность потока энергии. А вот это W – это энтальпия. Энтальпия единицы массы. Этого идеального газа. Ну, таким же способом, значит, умножаем на dSKT. Получаем SKT, NKT. Должно быть непрерывно. Или ρV нормальное умножить на W плюс V в квадрате. Пополам, то есть это кинетическая энергия, это тепловая. Вот эта вот величина тоже должна быть непрерывно. Вот, собственно, три закона сохранения. Давайте я их еще раз перепишу. Значит, ρVn равняется нулю. Значит, здесь смотрим. ρVit на Vn плюс P дельта In. Н – это будет номер компонентов нормальный. ρVn плюс P дельта In равняется нулю. Ну и, наконец, третье. ρVn на W плюс V в квадрате пополам. Что? Сейчас, где-то я, может, ошибся. Что вы хотите сказать? Еще раз. Мы же рассчитываем закон сохранения, вот первое, да, закон сохранения массы. Да. Слева и справа, правильно понимаем, границы? Да. У них сразу ρ будет одинаково? Нет, 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 нет. Это, вот, значит, определение. Вот это вот означает, значит, что-то там, да, с первой стороны минус что-то со второй стороны. Да, и там и ρ, и V могут отличаться. Но это сейчас я буду, дальше буду более подробно, что вот из этого следует говорить. Пока что я вот все свел вот к трем вот таким уравнениям, где фигурные скобочки означают скачок справа и слева. Значит, первый вариант, когда Vn просто тождественно равно нулю. А, да, так, тогда первое уравнение удовлетворяется тождественно. От второго уравнения остается только утверждение, что скачок P равен нулю, потому что вот это Vn тоже равно нулю. И в третьем уравнении, значит, тоже все удовлетворяется тождественно. Значит, если нормальная компонента скорости равна нулю с обоих сторон, то, возможно, значит, должен выполняться закон равновесного, что давление справа и давление слева одинаковы. Скачок давлений равен нулю, но есть еще в этом выражении разные другие буквы. А что происходит с W? А что происходит с другими компонентами скорости? Значит, первый вариант. Значит, V-тангенциальная компонента скорости тоже равна нулю. А вот скачок W и скачок плотности не равны нулю. То есть может, значит, термодинамическое состояние вещества, плотность этого вещества и вообще само вещество может быть разное. Вот это называется контактный разрыв. Скорость вообще равна нулю в системе отсчета, связанном с разрывом, относительно разрыва. Все скорости равны нулю. Вот примером такого контактного разрыва, мне недавно попался в интернете, очень красивый, значит, в районе Датских островов есть границы раздела между водой Балтийского моря и водой Северного моря. И, значит, вот она очень красиво выглядит, значит, с одной стороны зеленая вода, с другой синяя. Вот, и такая четкая примерно метр шириной граница. Вот, вода отличается соленостью, там, плотностью и всем прочим. Ну вот это вот пример как раз такого контактного разрыва. Она, так сказать, относительно друг друга никуда не течет, находится в равновесии. Справа и слева это разные вещества просто находятся. Вот. Ну, второй пример контактного разрыва – это поверхность Обского моря. Сверху воздух, снизу вода. А поверхность – это вот контактный разрыв. Но, значит, если ветра нет, значит, второй вариант – это ВТАУ не равно нулю, но тогда из вот этого второго уравнения следует, что ВН-то. Значит, сейчас. Да, ВТАУ не равно нулю, но поскольку ВТАУ тут умножается на ноль, то, значит, скачок ВТАУ может не равняться нулю. При этом скачок плотности тоже может не равняться нулю. Ну, и В, соответственно, тоже. Но вот это не обязательно. Значит, определяющей характеристикой является вот это, что тенгенциальная скорость нулю не равна, и ее скачок тоже не равен нулю. Значит, этот разрыв, естественно, называется тенгенциальный разрыв скорости. То есть, вот если ничего больше нет, кроме разрыва скорости, то это вот тенгенциальный разрыв скорости, а бывает еще комбинированный. То есть, вот это вот контактный плюс тенгенциальный разрыв скорости. Тогда он все равно как тенгенциальный проходит. И вот случай ветра над Адапским морем – это как раз комбинированный такой разрыв, когда есть и тенгенциальный разрыв скорости, и разрыв плотности тоже. Ну, как видите, здесь пока что ударной волны нет. А начали мы с того, что мы хотим навести классификацию и дойти до ударной волны. И вот, собственно, случай, когда ВН не равно нулю, приводит к ударной волне. Значит, вот смотрим сюда. Значит, из второго уравнения сразу следует ρВН. Значит, первое. ρ на ВН должно равняться нулю. Поток вещества должен быть непрерывен. Значит, отсюда ρВН можно вынести, потому что ρ на ВН непрерывно уже. Значит, это просто константа, я ее могу вынести. Остается ВТау. То есть, если я умножу вот это уравнение векторное, если я ее умножу на вектор тангенциальный к поверхности, вот эта часть пропадет, а эта часть даст просто ВТау равняется нулю. Если теперь это векторное уравнение я умножу на нормаль, на Н, то здесь у меня будет П, а здесь будет ρВНВН. То есть, будет еще одно уравнение. ρВНТ в квадрате плюс П равняется нулю. Из третьего уравнения ρВН тоже выносится из-за того, что оно и так непрерывно. Получается, условие W плюс V в квадрате пополам равняется нулю. То есть, вот это вот все должно одновременно выполняться. Значит, получилось уравнений больше, чем здесь, потому что здесь одно из них векторное. То есть, на самом деле тут их столько же. Ну и окончательно, сейчас я вас отпущу, значит, окончательно это все можно переписать в таком виде, как ρВН равняется нулю. Вот это вот второе, ρВН в квадрате плюс П равняется нулю. И последнее, W плюс V в квадрате пополам равняется нулю в системе отчета, двигающейся с ВТау. Это означает, что если тангенциальная компонента скорости непрерывна, а для ударных волн она всегда будет непрерывна, просто потому что ВН не равно нулю, то мы можем перейти в систему отчета, движущуюся со скоростью ВТау. Это, значит, вдоль границы раздела, да, эта скорость направлена в ВТау. Если мы в эту систему отчета перейдем, там ВТау будет просто равно нулю, поэтому без ограничения общности можно эту ВТау игнорировать. Вот, и тогда останется вот такой набор требований, и это называется ударная волна. Такой разрыв. На этом, значит, перерыв. Давайте продолжим. Итак, поскольку были вопросы на перерыве, то я еще раз повторю, как вот это получено вот отсюда. Значит, вот это векторное уравнение, и мы делаем две проекции. Значит, сперва умножаем на вектор НИТ, где Н – это вектор нормали, и тогда получается вот это вот уравнение. Потом скалярно умножаем на Тау ИТ, где Тау – это вектор касательный к поверхности, и тогда получаем вот это уравнение. Так, теперь переходим к рассмотрению случая ударных волн, поскольку это является основной темой нашей лекции. Итак, ударные волны – это вот третья классификация. И вот что должно на границе раздела в системе отчета с границей разрыва сохраняться, написано вот здесь. То есть вот мы находимся в системе отчета, где тангенциальная скорость равна нулю, и сама граница раздела стоит на месте. Считаем, что граница раздела в малом является плоской, и вот вблизи этой плоской части пишем наше уравнение. Видно, что написаны они в терминах ρ, v, p и w. Значит, слева пусть все имеет индекс 1, справа ρ2, v2, p2 и w2. Значит, на самом деле независимыми являются вот эти вот тройки, потому что где-то имеется уравнение состояния от p и ρ для этого газа. Итак, перепишем теперь немножко в другом виде. n-индекс я буду опускать, потому что он везде, все эти скорости являются нормальными. Если у меня с vtau равно нулю, то тогда v равно vn. Правильно? Поэтому индекс n можно опустить и оставить индекс, который обозначает сторону. Теперь это индексы там, это компоненты векторов, векторные компоненты, а индексы тут. Это означает, с какой стороны от границы раздела. Слева первый, справа второй. Переписываем те уравнения. ρ1, v1 равняется ρ2, v2. Это непрерывность потока вещества, когда он перетекает с одной стороны в другую. Значит, теперь непрерывность потока импульса. Это второе уравнение. ρ1, v1 в квадрате плюс p1 равняется ρ2, v2 в квадрате плюс p2. Третье уравнение. Значит, v1 в квадрате пополам плюс w1 равняется v2 в квадрате пополам плюс w2. Значит, вот эти три уравнения являются основными уравнениями теории ударных волн. И на самом деле мы видим, что это три уравнения. Значит, с учетом вот этого уравнения состояния у нас шесть неизвестных, ну или шесть функций, точнее, которые входят в эти уравнения, это означает следующее, что если мы любые три функции зададим в качестве начальных параметров, то другие три функции мы можем найти. Например, задаем ρ1, v1, p1. И можем найти то, что будет, вот эти вот три ρ2, v2 и p2 найдем с помощью уравнения состояния и этих уравнений. Вот, однако, значит, можно из этих трех уравнений получить и некоторые фундаментальные следствия, адиобата и так далее. Чем мы сейчас и займемся. Значит, пункт первый называется адиобата гюгонио. Значит, это не просто адиобата, pv в степени гамма равняется константе, а адиобата гюгонио, которая имеет отношение к ударным волнам. Значит, как она выводится, вывод. Значит, первое. Введем новые обозначения, чтобы этот вывод был проще. Значит, ρv, ρ1, v1, равное ρ2, v2, значим буквой g. Без индекса, потому что и справа, и слева это одно и то же. Кроме того, вместо ρ введем величину, вот такую вот большую v, тоже с индексом. Значит, это удельный объем. Соответственно, ρ2 это единица на v2. Это то, что стоит в уравнении Менделеева-Клаперона, например, pv равняется m на μ rt, да, вот это то самое v. Теперь попробуем в этих переменах записать нашу систему уравнений. Значит, у ρ1, v1 в квадрате в этих переменах будет выражаться так, как g в квадрате умножить на v1. Почему? Потому что это вот ρ1 квадрат, v1 квадрат, да, а это я поделил еще на ρ1. Получилось ρ1, v1 квадрат. Значит, с ρ2, v2 в квадрате точно так же, только тут будет v2. Понятно, да? Точно так же, v1 в квадрате будет равняться g в квадрате на v1 в квадрате. Можно даже написать тождественно, потому что это просто переобозначение. Замечательно. Значит, вот здесь первое уравнение сводится просто к тому, что g для первого и для вот этого, и для этого одно и то же, то есть g без индекса, а два других теперь надо переписать. То есть получаем такие уравнения. Вот это уже я написал. будет g в квадрате на v1 плюс p1 равняется g в квадрате на v2 плюс p2. Это уравнение. Значит, будет 1 вторая g в квадрате v1 в квадрате плюс w1 равняется 1 вторая g в квадрате. v2 в квадрате плюс w2. Переписали. Значит, теперь попробуем вот отсюда из первого уравнения найти это g в квадрате. Значит, давайте вот отсюда напишем из первого уравнения. g в квадрате будет равняться. Перенесем p1 направо. Получим, что p2 минус p1. А это налево. Тут будет v1 минус v2. Ну а теперь подставим это g в квадрате во второе уравнение. Значит, с второго уравнения мы имеем w2 минус w1 равняется 1 вторая g в квадрате на v1 в квадрате минус v2 в квадрате. Подставляем сюда g в квадрате. Получаем, там v1 минус v2 сокращается. Остается 1 вторая п2 минус p1 умножить на v2 плюс v1. Вот это вот выражение, давайте я его еще раз перепишу. И, собственно, называется уравнение адиабатой гюгонио. wv2 минус w1 равняется 1 вторая p2 минус p1 в квадрате минус v2 минус v1. Значит, обычное уравнение Менделеева-Клэйоперона говорит, что там pv равняется m на μ rt. Если t пропорционально v в степени какой-то, то получается pv в степени гамма равняется константе. Обычно адиабата p1 v1 в степени гамма равняется p2 v2 в степени гамма. Если их сравнить, видно, что они совершенно другие. И, в частности, отличаются они вот чем. Давайте я тут освобожу себе место. Если я сюда откладываю v, а сюда p, то обычная адиабата – это какая-то вот такая вот кривая. Значит, если я создаю, беру начальную точку p1 v1, то отсюда я могу перейти в любую точку этой обычной адиабаты. И этот процесс у меня обратимый. И сюда могу попасть, и сюда, и так далее. Вот. И причем могу это делать в несколько этапов. Могу сперва перейти сюда, потом сюда, потом сюда. И это все равно я иду вдоль той же самой кривой. Адиабата гигония устроена по-другому. Значит, вот это вот политропа. Как я немножко ниже докажу. Во-первых, в этой самой адиабате гигония невозможно добраться до v, равной нулю вообще. Всегда есть какая-то вертикальная асимптота. Во-вторых, вот это множество точек на адиабате гигония значит, вот эта кривая, единственная, проходящая через вот эту точку. И это множество точек, в которые можно попасть за один шаг. Потому что если я сделал шаг вот сюда, то следующая адиабата гигония, которую я нарисую отсюда, будет иметь другие p1, v1, новые, и она будет идти как-то вот так. Это будет уже другая кривая. И вот в эту точку я уже отсюда никогда не попаду. Вот в эту точку я могу попасть отсюда. А за два шага я сюда попасть не могу. Ну и, естественно, что все эти движения полностью необратимы. То есть на адиабате гигония можно идти только вверх. А вниз – это запрещенный термодинамикой процесс, в котором понижается энтропия. То есть вот я с самого начала говорил, что это граница раздела, ударная волна. Это диссипативная граница раздела, в которой, значит, что-то там, свободная энергия превращается в тепло. Ну а раз там энтропия повысилась, значит, вот уже все, этот процесс необратим. Обратно идти никаким образом невозможно. А симптома будет одна для всех? Нет. Каждый раз новая. Да, вот у этой она здесь, а у этой она будет какая-то вот здесь, да, вот следующая. То есть если я отсюда начинаю, будет другая. Более чего? Да. Для сред, которые описываются как идеальные жидкости или идеальный газ, да, справа и слева от этой границы раздела. То есть и в жидкости тоже все, ударная волна в жидкости описывается тем же самым. Вполне. Вот. Просто в жидкости и в газе будут разные вот эти функции. Вот и вся история будет. Так. Ну ладно. Теперь это значит, как бы я забежал вперед. Да. А, да, спасибо большое. Плюс. Я сказал плюс, да, написал минус. Да. Что? А вот здесь? В обычной адиабате? Ну потому что это один и тот же газ, и все там обратимо. Если окажется, что гаммы разные, ну тогда это означает, что там что-то произошло необратимое в этом все. Ну ладно. Значит, следующим вопросом является вопрос о возрастании энтропии. Да, докажем. Да, докажем. Так, это я собру. Значит, можно, в принципе, доказать для произвольного случая, но мы будем рассмотрим, давайте, вот вопрос о возрастании энтропии, есть ли уравнение состояния является политропным. Политроп. Значит, для политропного газа. Доказательство будет дано для политропного газа. Значит, что такое политропный газ? Это газ, когда уравнение состояния, которое нам нужно для W, записывается в таком виде. P на V в степени гамма равняется какая-то константа, которая, в принципе, может зависеть от энтропии. В этом случае при таком уравнении состояния энтальпия равняется гамма поделить на гамма минус 1, P поделить на ρ плюс константа тоже, которая тоже там зависит от того, что это за газ, какая у него энтропия и так далее. Значит, P на ρ в наших обозначениях, это всё равно, что P на V. Гамма – это показатель вот этой самой политропы. Значит, для вашего домашнего задания… О, мы, впрочем, не будем, это потом на семинарах скажут. Значит, вот просто запомните, да, что вот это вот, хотя все пишут константы, но на самом деле в процессах, когда меняется энтропия, значит, эта константа тоже может поменяться. Это вот здесь, да, а вот здесь вот эта константа будет меняться, если у нас меняется состояние газа, вот когда двухатомный там превращается в трёхатомный, или что-нибудь такое происходит, вот тогда будет вот здесь тоже меняться. И гамма поменяется, и какая-то константа поменяется. А если это один и тот же газ, то константа тоже будет постоянная. Так, значит, теперь, если я вот эту функцию задал, попробуем с помощью уравнений, описывающих параметры, значит, в ударной волне, выяснить, что происходит с энтропией. Для этого, значит, некоторые приготовления сделаем. Возьмём Адиабату Гюгонио и подставим туда вот это вот выражение. Значит, получится P2V2 минус P1V1 умножить на гамма, ну давайте на 2 гамма, да, эту двойку сюда перебросим. Будет равняться гамма без 1, P2 минус P1 на V2 плюс V1. Значит, плюс политропа, да. Подставили, получили. Попробуем отсюда найти отношение V2 поделить на V1. Для этого все слагаемые, содержащие V2, перенесём налево, все слагаемые, содержащие V1, перенесём направо. Значит, получим V2 умножить на 2 гамма P2 минус гамма без 1, P2 минус P1 равняется. Теперь всё, что содержит V1. Значит, V1, здесь будет 2 гамма P1 плюс гамма минус 1, P2 минус P1. Отношение удельных объёмов в конечный момент времени и в начальный момент времени будет равно такой вот дроби. Значит, в числителе вот эта скобка. здесь мы разобьём всё, что содержит P1 и всё, что содержит P2. Вот смотрите, значит, 2 гамма минус гамма плюс 1. Получится минус гамма плюс 1. А при P2 будет гамма минус 1. гамма минус 1, P2 плюс гамма плюс 1, P1. Правильно? Значит, а здесь всё наоборот, с точностью до перестановки P2 к P1. Значит, при P2 будет гамма плюс 1. А при P1 будет гамма минус 1. А при P1 будет гамма минус 1. Значит, это обозначение. Вот эту вот комбинацию обозначаем А1, а вот эту комбинацию обозначаем А2. Значит, из этого выражения сразу можно получить выражение и для вот этих вертикальных асимптот, например. Как это сделать? Что такое асимптота? Значит, значение вот этого отношения при P2, стремящемся к бесконечности. То есть при асимптоте график уходит туда, наверх. Значит, P2 к бесконечности устремляем, P1 тогда всё равно, чему равно. И получаем, что это отношение равно гамма минус 1 на гамма плюс 1. То есть V2 к V1 при P2, стремящемся к бесконечности, равняется гамма минус 1 делить на гамма плюс 1. А это, между прочим, отношение Ру1 к Ру2. Ну вот в том же пределе. То есть если P2 стремится к бесконечности, значит, бесконечно сильная ударная волна. Вначале было какое-то конечное значение давления, а потом бух, что-то взорвалось, и значит, очень большое давление. Но при этом плотность возросла в конечное число раз. Видите, Ру2 – это всё равно, что гамма плюс 1 на гамма минус 1. Это больше единицы, но меньше бесконечности. Таким образом, вот эти асимптоты относительно начальной точки находятся в одном и том же отношении. То есть вот это вот к этой асимптоте относилось так же, как вот это вот к этой асимптоте. То есть отношение вот этих двух точек и вот этих двух точек одно и то же. И равно вот этому вот гамма плюс 1 на гамму минус 1. Понятно, да? Это первое, что мы из этой формулы можем получить. Двинемся дальше, собственно, к этой энтропии. Перейдем. Энтропия. Значит, в политропном процессе записывается как ЦВ, логарифм ПВ в степени гамма плюс константа какая-то. Найдем производную ДС по ДП2 при постоянных П1, В1. При этом В2 будем менять, да? То есть, что это за производная? Это производная, которая определяет, как меняется наша энтропия конечного состояния в зависимости от конечной точки. Вдоль Диабата Югонио. Значит, если я логарифм дифференцирую, то это производная, давайте мы ее сразу на ЦВ поделим, чтобы просто логарифм дифференцировать. Значит, это будет единица на П2. Сейчас. А вой степени? Нет, неправильно я. Да. Значит, вот эта штука будет равна ДПДП2 от, значит, логарифм П2 плюс гамма логарифм В2. Правильно? Будет равняться, значит, если я логарифм П2 дифференцирую, будет единица на П2. Правильно? Плюс гамма. Значит, единица поделить на В2. ДВ2 по ДП2 при постоянных П1, В1. Так, давайте я вот это все сокращу. Гамма логарифм П1. так но единицы на p2 я так и оставлю как она есть плюс гамма поделить на v2 теперь dv2 по dp2 насчет вот отсюда будем находить вот из этого выражения потому что v2 равняется v1 умножить умножить на 1 поделить на а2 так и отсюда видно что я поторопился когда написал вот так надо оставить там логарифм с гамма значит dpdp2 от логарифма v1 умножить на 1 поделить на а2 а весь этот логарифм значит это будет логарифм v1 плюс логарифм а 1 минус логарифм а 2 причем вот это вот константа дифференцировать вообще v1 не надо а 1 и а 2 нужно дифференцировать значит получится единица на p2 плюс гамма поделить на а 1 d a 1 pdp2 плюс так прошу прощения здесь минус да значит минус гамма где бы мне разойтись вот сюда переберусь d a 1 pdp2 значит вот это вот а 1 просто равно гамма без одного d a 2 pdp2 равняется гамма плюс 1 значит это все равняется единица на p2 плюс гамма на гамма минус 1 делить на а 1 плюс минус гамма на гамма плюс 1 делить на а 2 значит ну теперь мне надо будет сожалению довольно длительная выкладка приведение к всего этого к общему знаменателю но тем не менее мы это проделаем значит сперва приведем к общему знаменателю вот эту часть значит что будет в числителе стоять такая комбинация а 2 умножить на гамма минус 1 минус а 1 умножить на гамма плюс 1 да почему эта комбинация будет равна значит вот это вот а 2 это знаменатель да то есть это будет п 2 на гамма плюс 1 на гамма минус 1 это будет гамма квадрат минус 1 плюс п 1 на гамма минус 1 в квадрате второе слагаемое второе слагаемое минус а 1 это числитель значит п 2 снова на гамма квадрат минус 1 второе слагаемое минус п 1 на гамма плюс 1 в квадрате значит это сокращается остается сейчас я запишу что у меня остается а потом так сказать проверим правильные тут или где-то сделал ошибку значит гамма минус 1 в квадрате минус гамма плюс 1 в квадрате это будет значит сумма это будет 2 гамма умножить на разность на минус 2 значит это будет минус 4 гамма в 1 сейчас так так встречаем здесь все правильно а вот дальше а вот дальше а вот дальше вот я ответ неправильный так циферка 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 ну ладно так придется проверить а 2 на гамма минус 1 это значит п 2 а 1 на гамму плюс 1 там должно п 1 минус п 2 получаться в числителе в результате у меня не то ну ладно давайте я тогда сделаю так как у меня написано в бумажке надо было с самого начала так делать значит вот это вот гамма квадрат минус гамма это гамма квадрат плюс гамма значит здесь будет в числителе будет единица на p2 как есть так и есть значит дальше плюс в знаменателе а 1 а 2 в числителе гамма квадрат умножить на а 2 минус а 1 значит минус гамма на а 2 плюс а 1 правильно теперь пишем что такое а 2 минус а 1 а 2 минус а 1 значит значит гамма плюс 1p 2 минус гамма минус 1p 2 это будет 2p 2 а здесь будет минус 2p 1 значит 2p 2 минус p 1 а 2 плюс а 1 будет равняться значит значит складываем минус 1 ушло остается 2 гамма p 2 а здесь остается 2 гамма p 1 значит будет 2 гамма гамма p 2 плюс p 1 а ну да и все правильно там там тоже все было правильно это я не то узнал так значит результат получается такой значит единица на p 2 плюс гамма квадрат двойка двойка вот это знаменатели а 1 а 2 числители p 2 минус p 1 минус p 2 минус p 1 ну это будет то же самое получится да так и и следовательно и следовательно вся эта величина единица на cv ds p dp 2 будет равняться то есть вот это вот p 2 тут сократилась это будет равняться минус 2p 1 да значит будет равняться вот чему в знаменателе будет стоять p 2 a 1 a 2 боюсь что сейчас опять еще не будет не то да p 2 так в числе а в числителе будет вот что будет стоять a 1 a 2 минус 4 гамма квадрат p 1 вот так но это я привел к общему знаменателю теперь вот это вот с этим p 2 вот он а вот здесь p 2 спасибо так последняя минутка пошла осталось еще написать что такое a 1 a 2 1 a 2 это гамма квадрат минус 1 p 1 квадрат плюс p 2 в квадрат плюс 2 p 1 p 2 гамма квадрат плюс 1 вот и значит результат после подстановки этого вот сюда получится такой что это все равно что гамма квадрат минус 1 если если я вот из этой части вычту вот эту то тут тоже получится гамма квадрат минус 1 да здесь будет p 1 квадрат плюс p 2 квадрат минус 2 p 1 p 2 а в знаменателе будет стоять p 2 a 1 a 2 а в знаменателе будет стоять и таким образом у нас получилось что единица на cv ds pdp 2 равняется гамма квадрат минус 1 величина не отрицательная p 2 a 1 a 2 тоже величина не отрицательная и умножить на p 1 минус p 2 в квадрате и все это вместе взятое больше либо равно нулю теперь каким образом из этого следует что движение по вот этой адиабате гюгонио может быть только вверх вот каким вот смотрите мы взяли вот это производная по энтропии единицы массы по конечному состоянию и отсюда следует что если это конечное состояние выше начального то изменение s в положительную сторону если вниз от начального по той же самой кривой то изменение с в отрицательную сторону это означает значит поскольку в отрицательную сторону запрещено термодинамикой энтропия не должна понижаться на этом фронте ударной волны то это означает что всегда движение только вверх к большим давлениям следовательно всегда p 2 больше чем p 1 а v 2 меньше чем в 1 или плотность в конечном состоянии ну тут можно написать равно в знак того что там тождественное отсутствие ударные волны это тоже ударная волна вот но так или иначе в конечном состоянии плотность больше и давление больше удельный объем соответственно меньше чем в начальном всегда обратное не бывает то есть ударная волна это всегда волна сжатия ударной волны расширения не бывает вот если вы скажем взяли бочку разделили ее мембраной на две части с одной стороны у вас так сказать газ плотный с другой вакуум или газ малой плотности взорвали эту мембрану то вот из плотного газа в газ такой менее плотный побежала волна сжатия ударная волна а вот за этим фронтом что происходит вот этот фронт побежал но там же был плотный газ да этот плотный газ тоже как-то должен начать течь в сторону более того то есть туда должна бежать волна расширения вот и эта волна не является ударной да то есть в сторону менее плотного газа бежит ударная волна а туда бежит обычная так сказать волна расширения которая тоже является нелинейной волной описывается она уравнением типа Хопфа одним словом решение соответствует простой волне без образования разрыва значит в волне расширения на этом все на сегодня спасибо за внимание спасибо за внимание